Вход только по тесту на IQ. Вторую смену в лагере инициативной молодежи Бирюса начали с проверки интеллектуальных способностей. Кто прошел испытания на отлично и чем порадовали бирюсинцы руководителя края, узнаете в рубрике «Важно знать». Инициативные способности превышают все возможные пределы. Добро пожаловать на Айбирюса 2012. Чтобы попасть в лагерь инициативной молодежи, измерить уровень IQ пришлось даже Льву Кузнецову, чиновники и бирюсинцы, сегодня на одной волне. Перед большим обсуждением будущего края – развлекательная программа, даже погода соответствующая. Мы молодежи веки! Мы будем больше чемпионатов! Мы бирюсинцы! На бирюсе сегодня различные движения, правительство дублеров, молодежный парламент и власти, местные и краевые. И у всех одна задача – спроектировать будущее своего региона. Я хотел бы, чтобы действительно, и вы тоже оставили свой след не только в истории Красноярского края, а в истории нашей страны. Моя позиция как губернатора сегодня заключается в том, что молодежь не только формирует политику, но и завоевывает новые высоты. Сам губернатор не боится поручать молодежи даже самые сложные и ответственные отрасли и проекты. Последние назначения в краевом правительстве – Екатерины Пешковой на пост замгубернатора, отвечающий за универсиаду, и Сергея Алексеева – министром спорта, туризма и молодежной политики. Лучшие тому подтверждения. Большая часть участников второй смены бирюсы – специалисты молодежных центров. Их в край более 60, и все финансируются из краевого бюджета. Молодежные активисты сегодня знакомят губернатора со своими проектами, вместе вспоминают спортивные победы края и обсуждают зимнюю универсиаду 2019. Наш край – один из первых претендентов на ее проведение. Самые смелые бирюсинцы даже решились погонять шайбу с губернатором. Победа нашла сильнейшего. Такие, я знаю, на работе не играют. В лагере те, кто успешно презентовал и реализовал проекты. Игорь – один из тех, кто придумал передавать новости с помощью терминала. В будущем эта система будет работать по всему краю, рассказывает молодой человек. Чтобы внутри молодежного центра была возможность посмотреть, что происходит в других регионах, в других территориях, потому что проект реализовывается на Красноярский край. А во-вторых, функция, чтобы информация из, например, центрального территории, из Красноярска, очень быстро и оперативно доходила до молодежи в отдаленной территории. На совещании с главами районов губернатор подчеркнул, молодежь богата новыми идеями. Он убеждается в этом каждый раз, приезжая в территории края. Но зачастую их инициативы остаются без внимания руководителей. И эту ситуацию необходимо менять. Кроме этого, Лев Кузнецов пообщался с молодежью и выслушал их предложения по будущему бирюсы и стратегии молодежной политики. Дорога выбрана, осталось только смело шагать по этому пути. Ольга Хохлова, Марат Мухамедшин, 7 канал, Новости 24.